всем привет друзья опять мы на этом классическому же нашем маршруте бариспольский район написано еду опять к андрюхе я по залу пазлу сейчас только фланцы более ровные попробую найти там где-то запас есть со старых полуосей где-то еще с чего-то остатки лежали сегодня причина поездки зеленую мечту надо подремонтировать давно надо на нож как обычно некогда потом завтра короче так как не надо делать смотрите меня и вы все узнаете все надо делать во время при малейшей неисправности сразу смотреть устранять это обычно не делаю и знаю что это неправильно ну короче так так получается улица там кое-как я залез под машину третий день не могу руки отмыть теперь правда после этой жести как-то там отрегулировала дел кое-как лежа на асфальте прямо на дороге еще это в пятницу произошло кое-как отрегулировал с трудом включаются передачи думаю доехать до андрюхи там мы на месте что-то посмотрим что можно сделать там соленблок на самом деле нужен коробочный коробочный соленблок так пытался найти ну сложновато с ними практически нету их в украине но старая машина хотя достаточно много их ездит возможно есть какой-то подбирают люди потому что там обойма он продается собой мой обойму можно выпрессовать и подобрать соленблок по размеру сейчас посмотрим может что-то можно может что-то в андрюхи есть или как как временное там из дерева что-то выпилим сейчас хотя из дерева будет сложно наверное в таком диаметре или из резины или просто что-то пока подложим чтобы доездить померяем диаметр доездить несколько дней потом я куплю его завтра сегодня воскресенье завтра послезавтра можно будет сделать по-человечески только что ехал с работы домой такая забавная ситуация камеру не включал хотя было можно было включить было бы интересно я думаю давайте расскажу в двух словах там такой маршрут классический домой в общем через двор выезжаешь практически без светофоров на харьковское шоссе тут раздарницы тот знает еще рядом человек сзади ехал тоже обратил внимание там получается выезжаешь буквально за каких-то там 10-15 метров от шоссе харьковского и там как одностороннее движение но я выезжаю со двора надо смотреть конечно осторожно то есть теоретически ничего не нарушаю мы практически тоже едет полиция поворачивает в эту сторону вы видят что я выезжаю типа по одностороннему движению открывают окно я подъехал к ним открыл окно они типа что-то там пытались не рассказывать по поводу нарушения правил я говорю но там во дворе знака нет вообще я же не ясновидящий что-то они там начали рассказывать что есть знак я сдал задним ходом вышел с машины посмотрел думаю мало ли может действительно поставили что-то изменилось сейчас все меняется знака нет подошел человек сзади который тоже выезжал с этого же двора в таком же направлении и ребята что суды говорит три раза были аварии и люди которые выезжали со двора так как мы с ним вдвоем выезжали выиграли суд троекратно внутри разных человека выиграли суд нет ну ты не можешь знать что здесь односторонняя так ты выезжаешь со двора надо смотреть осторожно вообще люди поворачивают шоссе одну не неправильно многие режут угол то есть есть правилах это упоминание что ты должен при совершении поворота не выезжать на полосу встречного движения на таких больших перекрестках вот пунктиром рисуют траекторию движения то есть если никто не нарушал то там и и опасности принципе никакой нету полиция извинилась точнее они начали говорить что они как бы не ничего не предъявляют вопрос в том что они переживают за то что мы можем попасть в аварию так как люди не аккуратно поворачивают шоссе хотя так немножко нагловато себя вели когда подошел парень 2 я оказался не один сразу включили заднюю то есть какая-то минимальная схода то есть то ли забота то ли просто хотели хотели предъявить не на ровном месте что-то но в общем такая история элементарно элементарной ситуации ну скажите что осторожно и все эти себе дальше но так они как-то сначала и запарковались мою сторону пытались там что-то качать спросили про документы я нагло ответил что их нет они ничего правда не это забыли про все не собирался в это показывает думаю так для разнообразия контента заехал к себе тут временное логово что у меня тут чего тут только нет это коленвал который и два стартера залу пазлика это домкрат с волги которую с обрыва сбросили но это из свежего и старого вот когда-то я был токарем давайте покажу я думаю будет интересно занимался культуризмом чуть-чуть в детстве точил себе каком это году я точил сейчас вам скажу даже может восемьдесят девятом даже максимум девяностом уши в девяносто первом уже не работал токарем точил себе замки это на штангу кто знает а это у меня был фотоувеличитель это было блин кстати полезно это шестигранник алюминиевый не было проблем тогда с материалами кстати можно гайки болты какие-то крепежные точить легкие это фотоувеличитель был я увеличивал расстояние печатать большого формата 30 на 40 и там еще больше формат который 56 короче в сантиметрах и размеры говорю отрывали увеличитель фотоувеличитель выше ставили что больше можно было формат напечатать сбыхи головочка и смотрите в общем тут можно показывать не на один час вот коленвал москвичевский шрус шрус патрол 61 ошиблись купили вместо 60 61 новый шрус лежит тоже уже не знаю вот два короче тут какой-то вентилятор у нас не помню откуда короче много тут всего много всего моторов тут немножко москвичевский мотор ой нет это девяточный тот что подписчик подарил да снизу москвичевский в общем хватает тут у нас хватает металлолома тут мотоциклет на и моё прошлое хочу решил вам показать нашел генератор от москвича в залу пазлики стоит такой вот он москвичевский генератор на полочке вот тут лежал думаю возьму там как-то странно работает что-то зарядка загорелась последний раз андрюха шоколадку подкинул двигатель стой секунду шо за двигатель а это mercedes я вам сейчас расскажу историю когда-то купили мы mercedes потом там с техпаспортом какие-то вопросы возникли делили там как обычно не помню уже это было в 90-х давно то есть ты не прав ты не прав короче mercedes оказался без документов в итоге разобрали моего на запчасти я по неопытности взял продал один поршень с него человеку надо было но он сам приехал разбирал там то есть голова лежит это 2 и 8 мотор семьдесят девятого года был mercedes 116 кузов такой как у высоцкого был и он был с полным инжектором у меня где-то от него кстати блок управления еще есть я не помню но где-то лежит он блок управления там такая коробка где-то как три цилиндра в длину и по ширину такая примерно чуть шире даже ну полный инжектор был до 79 год полный инжектор полный ним не механически как audi выпускала там до почти конца восьмидесятых на 10 лет раньше был полный в общем карданчик лежит 69 речка кстати зеленой мечты ну и тут вот вам понравится этот мотор этот мотор довез нас максом со стебника кто не знает и стебник это рядом с руссковцом струсковца в киев 650 километров еще по львову мы там рассекали это залупа злородной мотор короче что вам сказать патрулевский амортизаторы два новых у меня есть так что я хотел еще пытаюсь найти фланцы которые нам нужны я их буквально недавно положил и столько количество движений такое что забываешь где что тоже перевозил гараж нашел нашел книжечку восьмерочную культа еще не знаю сколько и лет ну немного но где-то валялась она в общем сейчас найду фланцы я примерно знаю где они лежат сейчас только надо будет достать ничего тут только нет я даже всего не помню и сам если честно надо это временное у нас временное логово в этой коробке сейчас так интересно мне не собирался смотреть нею что-то железное тяжелое а это мне подписчик прислал я мучился с рулевым в начале когда мы купили залу пазл это он прислал рулевое старого образца такое на желтом наверное стоит чугунном корпусе потому что потом на запорожец стали но это рулевой редуктор стали делать в алюминиевом он разваливался у нас же чем дальше тем обычно все хуже это мне прислал упаковка с новой почты прислал мне этот подарок рулевой редуктор к сожалению не помню кто ну напишите большое спасибо я примерно его вспомнил я его тут и клал еще какой-то мотлах короче там логово логово джипера когда-то я снимал видео то там не это не все было что здесь потому что там было части что с велосипеда короче тут за всю жизнь а вот угловой угловой редуктор тот что ставят на луазе это такое в зеленой мечте стоит транспортера чтобы на луаз поставить рейку на обычный луаз вот используя этот редуктор тоже я купил собирался луаз реанимировать пара с гранда насколько я помню так все беру фланцы и мы едем к андрею а генератор не забыть блин вот это мотлаха у меня иду иду думаю наклонился посмотрю там надо нам будет какой-то придумать временно вместо соленблока что-то чтобы я пока поездил несколько дней рулевая трапеция москвичевская лежит а тут у меня был мотоцикл лишь когда-то давно блин вот так она как лежала в гараже вывозил сейчас покажу карбюратор кто знает обычный ижевский не помню к какой он не на днепрах тоже похожие стоят колодки мотоциклетные короче ящик с мотоциклетного прошлого какой-то остатки хлама так он как и стоял весь ящик так я его ижевский амортизатор задний так я его и перевез до вся жизнь как мгновение что тут скажешь ну ничего вчера конечно обалденный был день так хорошо покатались приятно давайте еще вам интересный контент но генератор он еще один я вижу лежит ну так коленвалов просто немножко от москвича до бмв это у меня девяточный еще кстати новый коленвал лежит что вам сказать ладно не будем о грустном все хорошо отдохнули вчера просто обалденно ребятам еще раз огромное спасибо организатором просто красавцы вот когда с душой и с желанием она такой результат всегда есть от отличный кстати хотел еще показать такая пачка молнина в 30 кузов в основном на двухдверочку хотя может и разные быть общем валяется тоже накладка на передний бампер 30 кузов дорестайлинговая может кому-то будет нужно тут немножко тоже сцепление маховиков корзин в общем чего только нет заслонка дроссельная тоже сам 20 20 насколько помню покажу еще прицеп когда-то я за ним лично в минск ездил 99 было у меня это 95 год наверное из минска мы его тянули 99 тяжело и 1 и 3 конечно было он такой одноосный но но длинный купала уже надписи нету да что тут скажешь вспомнишь сколько это 25 лет почти прошло так нашел фланца друзья все план выполнен попробую мечту реанимировать еще хотел показать редуктор у меня есть с которого мы возьмем дифф сблокировочка это у меня у вас вперед давно лежит никак не дойдут тоже руки до него конечно залу пазл на себя все внимание сконцентрировал